Киробит Голд за 100 голды! Но Киробит Голд в этом видео это дефолт. Реально, у каждого трейдера есть какой-то там Киробит Голд. Мать моя женщина, ребят! Это Алик ТХ! АКР, Трезер Хантер, Статрек! Я без слез не могу смотреть на такую историю покупок и историю продаж. Мне реально плохо. Толпанный миллионер, откуда у тебя? Это жесть, это жесть, мне неплохо. Здорово всем, ребята, кентуха на проводе и прямо сегодня покажу. ТОП-3 самых дорогих аккаунтов Стэндо 2! Просто самые богатые люди в Стэндофе. Поэтому, ребята, пожалуйста, прожмите лайкусик, это нереально крутое видео. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы приступаем! Ну и прямо сейчас мы, ребята, находимся на ТОП-3 аккаунте. Этот аккаунт нереально дорогой, но я еще не знаю, что на нем есть. Мне просто скинули логин, пароль говорят, это аккаунт стоит примерно такую-то сумму. И он очень дорогой. Ну что, давайте смотреть. Первое, что я вижу, это куча медалей. Притом медали донатерские! Обалдеть! Слушайте, и еще, что самое интересное, я скажу так. Этот человек, он не играет в Сэндов, он трейдер. То есть, все эти ТОП-3 аккаунты, это все аккаунты трейдеров. Они просто заходят с утра, смотрят, что на рынке. Покупают, что-то дороже, потому что дешевле. Также мы посмотрим их историю покупок и историю продаж. Потому что мне само интересно посмотреть, за сколько они все покупают и продают. В четвертом сезоне мастер? Блин! Сампикс! Мужик! Я же с ним в дуэли выиграл 10-1! Как это у него мастер? Обалдеть! Тут Феникс. В общей статистике у него 1.41. Ну, кстати, ранг очень-таки неплохой. Учитывая то, что это просто трейдер. Это не киберспортсмен. Ребятки, знакомьтесь, это Сампикс. Он дал мне свой аккаунт. Поэтому, ребятки, давайте его тоже поддержим. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Также, ну, очень скоро будет стримить. Поэтому, братва, все наши ссылочки есть в описании. А мы идем дальше. Окей, давайте посмотрим клан. Клан Маслята. А знаете, почему клан Маслята? Потому что этот трейдер подарил мне сегодня за 0.03 М40 монстр. Который стоит 20к голды. Поэтому давайте все напишем хэштег Сампикс ТОП. Он очень сильно меня поддержал. И прямо на стриме стрил М40 монстр в статрек. Ну что же, давайте посмотрим, что в личных сообщениях у трейдера. По-любому все пишут. Пиши, да и голду, нет? Сампикс, помоги. Я случайно потратил 10 голды на серебро. Можешь помочь? Блин, как мне жаль этого парня. Братик, я бы тебе помог бы. Ну, ну, ну не могу. Это же не мой аккаунт. Не хочешь в ММ? Нет, пока не хочу. Посмотрите, сразу, сразу отписали. Сразу мои модераторы, мои модераторы ему написали в личку. Типа, бро, напиши лунт в роли нам, а мы дадим кенту. Но мы напрямую создались с Ампиксом. И он сам написал мне в ТГ все. Пиши, ответь. Дай голды на нож. Реально, у него абсолютно все просят голду. Реально, у трейдера все попрошайничать голду. Ты гриб, ты шляпа. Нет, пиши, пиши, пиши. Брат, дай голды. Обалдеть, не встать. Я в шоке. Сколько же людей просят голду. Ну что же, ребята, мы все вместе с вами тут собрались только ради одного. Это инвентарь. И давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим, что же тут за инвентарь. Давайте. Три, два, один. Поехали. И как у любого уважающего себя трейдера, у него есть скрипен кисечки. Потому что они через полгода очень сильно подорожают. Кстати, да, ребятки. У него еще есть 11500 голдишки. Это что? Это хэштег непогано. Ну, вы скажете, агент ПК. Пока что максимальный дефолт аккаунт. Покажи, пожалуйста, дорогие скины. Ребят, сейчас все будет. Не переживайте, работают профессионалы. Пока что идет дефолт. Дефолт, дефолт, дефолт. Посмотрите, как много кисечек. Их тут штук 200, наверное. Дальше пошли фейбл боксики. И дальше, ребята, пошли перчаточки. Просто считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел из-за чего погулять. Что-что? У него 14 пар перчаток? Ого. А, не, не 14. Два. Подождите. Девятнадцать? Я даже какие цифры не знаю. Девятнадцать пар перчаток. Как вам такое? А, у него по-любому пройденный или купленный голд пасс. Я прав? Давайте. Да, посмотрите. Он купил голд пасс до 376 уровня. Вол, что? Обалдеть. Вот это живут трейдеры, да? У них и денег куча, и перчата куча. Смотрим дальше на ножички. Кирголд. У него есть кирголд. Вам не показалось. Сколько сейчас стоит кирголд? Он сейчас стоит 85 кесарей. Обалдеть, он подорожал. Также у него есть крутой стилето. Давайте посмотрим, что за паттерн. Ну, паттерн так себе. Можно бы и получше. Но, само суть, что очень много крутых, дорогих ножей, перчаток, всего. Керамбит Вьюниорс есть. Так, смотрим дальше. Фаумас Фьюри с четырьмя Хэллоуин наклейками. Да он же стоит тысяч пять, наверное, голды. Как же это дорого. М4 Самурай с четырьмя наклейками. Статрек. И опять-таки, эти наклейки тоже Хэллоуин. Вау, ребят. Что? Не, это сон. Это сон. Я протру мои глаза. АКР Трэжер Хантер Статрек. Ничего себе, сказал я себе. С четырьмя голд скулами. Вот, наверное, если бы у него не было Статрек АКР ТХ с четырьмя голд скулами, я бы, скорее всего, не снимал бы его аккаунт. Но только один этот АКР ТХ с Татрек с четырьмя голд скулами. Знаете, сколько их стоит? 200к голды. Просто прикиньте, Кир Голд и АКР ТХ с Татрек с четырьмя голд скулами стоят 280к. Просто эти два скина. Но еще у него есть обалденный П-350 Форрис Перит. Четыре Хэллоуин наклейки. Очень эксклюзивные. Плюс еще и кактус. Вау, очень красиво смотрится. АВМ Туерс. Ну куда без этого? Четыре Хэллоуин наклейки. Ну да, это не самый дорогой АВМ. Сколько он стоит? Он стоит 7к. Но за счет наклейки он стоит 1020. Дальше у него очень много М16. У него есть Мочка М4.1. С четырьмя Арканами! Что? АВМ Витерспорт с четырьмя Сноуквинами? Этот скин стоит тоже 1100 голды. Как минимум. Вау, какая красотка. Вау, ребятки. Вот это люди живут. Вот это у него инвентарь. Не, ну реально, инвентарь прям очень крутой. АВМ Герр что? С голдскулами, тремя панишерами? Мужик, ты серьезно? Ты серьезно? Обалдеть. Я просто в шоках. Мне вот интересно, как он поставил запрос на покупку АВМ Спорт В2 за 41000 голды? Если у него всего лишь на балике 11 косырей. Как это работает? Я ХС. Давайте посмотрим его историю покупок и историю продаж. Посмотрите. Вот он мне слил. М40 монстр, просто дядь, спасите большое. Просто давайте хэштег спасем в комментариях, потому что он мне слил вот этот М40 монстр. Посмотрите, ребятки, как же много у него. Он слил за 3 голды кумбат Аполлону. Вот это АКР 2 Ерс. С четырьмя самураями. Мать моя женщина. Дядь, да ты смошедший. За 16 голды подарил М9 Байонет Скрэч. Мужик, мужик, ты нормальный? Обалдеть. Похоже, надо было вчера садить его аккаунт, потому что вчера его аккаунт стоил гораздо дороже. Вы посмотрите. Это все он слил вчера. Статтрек, он же стоит сколько? Тысяч 5 голды. Обалдеть. Вот это он жесткий. Хэллоуин с игрпак? Гифтбокс? Ориджин кейс? Нет, дядь, ты ненормальный. Ты просто ненормальный. А теперь посмотрите самое интересное. Кто-то у него купил Чаром, Спуки, Лэнтон за 25 кустков. Я хэштег, это работает, мне уже плохо. Что в инфолезер за 0,8 голды слил холдику? Дядь, ты просто какой-то ненормальный. Я не могу на это смотреть. Я не могу на это смотреть. Я хочу плакать. Я без слез не могу смотреть на такую историю покупок и историю продаж. Мне реально плохо. Все, ребятки, я думаю, с этим аккаунтом хватит. Давайте вам скажу, сколько же он стоит. Внимание. Цена этого трейдерского, дорогущего аккаунта в 600 тысяч голды. И это всего лишь топ-3 аккаунт. Ну а прямо сейчас мы, ребята, переходим к аккаунту топ. Братик, а как тебе этот АВИК-ТХ? Хочешь себе такой же? Да по-любому хочешь. Как же можно получить крутые, дорогие скины? Дядь, залетаешь на Булдропчик, открываешь кисечки, поднимаешься и выбиваешь топовый дроп. Плюс на Булдропе прямо сейчас проходит весенний ивент. Там есть пасхальный ивент. Там есть Булбас. Есть все в мире. Но, братик, хочешь стать таким же богатым? Хочешь, чтобы у тебя были такие же самые скины в инвентаре? Залетай на Булдропчик. А по моему промику ты получаешь бесплатную голдишку. Смотрите, как я беру на комментарии. Ну что же, а мы идем дальше. Ну а прямо сейчас мы, ребята, находимся на топ-2 аккаунте. Это аккаунт ютубера СТКила. Это очень хороший парень. И он дал мне аккаунт потом, братик. Спасибо тебе. Ну что, давайте вначале посмотрим, что там у нас в Бутлпассе. 450 уровень, ага. Сразу видно, у трейдеров деньги водятся. Вы посмотрите, 450 уровень. Дед, ты чё? Ну ты миллионер. Смотрим, что у нас по профилю. Голд 4. Ай да нубик ты. А что в четвертом сезоне? Легенда? А в третьем? Элита? А во втором? Мастер! А что у нас по союзникам? Феникс и мастер. Ничего себе, ты жесткий. 5200 часов. Ладно, ребята. Ну нас всех вместе с вами интересует инвентарь. Я всё это прекрасно понимаю. И это непростой аккаунт, поверьте мне. Но к инвентарю мы вернёмся немножко попозже. Немножко, чуть-чуть. Смотрим клан. Клан СТКилл. Всё нормально, всё под контролем. А что же пишет СТКиллу? Товлички-то, а? Привет, СТКилл. Я тебя на ютубе смотрю ролики крутые. Гопы жив в ДР. Я не могу поверить, что я тебя нашёл. Дядь, ну просто айди. Убиваешь и находишь. В этом ничего сложного нету. Пры. Ай, моя любимая категория школьников. Он даже слово привет полностью не пишет. Просто пишет. Пры. Ну, пры, братан. И этот пры. Пры. Дай. Дай мне голды на мечту. Абовин, дядь. Ну ты можешь без ошибок писать? Абовин, дядь, ты что, в сосну ехал? Так, смотрим дальше. У типа тип написал 142 сообщения. И тут просто точка. И всё просто точка. Ладно, ребят. Прямо сейчас мы переходим в инвентарь. Давайте смотреть, что же мы видим. Граффити из зипа. 40 тысяч голды. Мать моя женщина. 40 тысяч голды. Обалдеть не встать. Вот это люди живут-то. Неплохо. 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 Также есть какой-то граффити пак. Сколько он стоит? 5 голды. Я не знаю, зачем он его закупил. Но моём советую закупать и тоже. Хэллоуин стюкер паки. Хэллоуин стюкер паки по-любому подорожают. Поэтому ребята тоже их покупаете. Обалдеть. Каждый из них стоит по 4200 голды. А у него их 1, 2, 3, 4, 5, 6. Целых 6 штук. Ничего себе, сказал я себе. Тут у нас пошли скорпион боксы. А зачем ему скорпион боксы, мужик? Перчаточки. Перчаточки. Всё нормально. 11 пар перчаток. Керамбит голд. Но керамбит голд в этом видео это дефолт. Реально, у каждого трейдера есть какой-то там керамбит голд. Обалдеть. Ты что? Какая еба. FN Fall, Phoenix, Ryzen, Star Trek. Вы обратите внимание на все эти наклеечки. Обратите внимание на клеечки. Вау, 4 самурая. На самурае, блин, это моя мечта. Вот отвечаю, честно, обожаю. АКР, ТХ, Star Trek, 4 БК. Это примерно 35 тысяч голды. Примерно. B90 Samurai тоже с дорогущими наклейками. Это тоже примерно, не знаю, тысяча-полторы голды. M4 Samurai. Стоп. У него 2 M4 Samurai. Один статрек, один нестатрек. И на двух по 4 наклейки. АВИК ТХ! АВИК ТХ! Не, базара 0. Это не голд скулы. Но, тем не менее. А Чарм Блэк Спот, заметили? ЗАМЕТИЛИ! А я заметил, мужики, я заметил. Вау, вот это инвентарь. Ну, инвентарь просто сосочка. Да ты что? Вы посмотрите, какие крутые наклейки. Как же много всего. Везде наклейки арканы. Вот посмотрите. Акерник Романсер, 4 арканы. Зачем им все это? Я ХЗ. Ребята, мне очень пока что нравится его инвентарь. Он реально очень дорогой. Очень крутой. Есть даже АВИК ТХ. Есть Скир Голд. Я до сих пор не верю своим глазам. Ладно, ребятки. Давайте посмотрим, что у него есть еще интересное. Ага. Дезерт Игл Ред Дрэгон. Вот я заметил, такие скины есть только у трейдеров. Ни у одного нормального человека. Не будет какой-то рарки. С наклейкой арканы. Зачем она ему? А тут у него их просто завались. Акеркарбоны. Тоже посмотрите, везде наклейки арканы. Раз арканы. Два арканы. Дядь, ничего себе у тебя денег. Юспи Генезис. Как я мог его пропустить, даже не представляю. Вау, ребят. Просто полный разносик. А что у него по скину на М40? Мне же интересно. А по М40, походу, у него какой-то дешевенький скин, да? Ну, по М40, походу, какой-то дешевенький. АКР Некромонсер. Да это же Хэллоуин Коллекция. Вот этот вот ОКР Некромонсер стоит примерно 5000 голды. Вау, вот это инвентарь, я понимаю. Ладно, смотрим дальше. Что же еще тут есть интересненькое? G2-2 релик. Даже у Титака нету G2-2 релика. Кстати, если не ошибаюсь, сегодня никого из трейдеров не будет G2-2 релика. А вот, а у Астекила есть. И, блин, не просто G2-2 релик, а еще крутые 4 наклеечки. Обалдеть. Ребят, как вы думаете, сколько стоит его инвентарь? Прямо сейчас поставьте видео на паузу и напишите в комментариях. Бля. Ну, кому это в голову пришло на комонку приклеить 4 биохазара? Да просто, что это за псих? Кому пришла в голову эта идея? Так, а что у нас тут? Тут, ребят, у нас наклейки Арканы. Вот тут-то пошло самое интересное. Вот, все, что видите у этого трейдера, закупайте тоже. Если он их купил, значит, они по-любому подорожают и будут стоить очень дорого. Сигер-хот в Интер Патте. Сколько сейчас стоит? 279 голдишки. Закупайте, ребят, закупайте. Там все подорожает. О, самурай. Блин, так хочется куда-то приклеить, вы даже не представляете. Ну, ладно, не будем, не будем. Это же не мой аккаунт. Но, ребят, вам очень сильно повезло то, что у вас есть возможность посмотреть, какие же есть наклейки у трейдеров и купить те же самые стикеры The King. Кстати, очень красивый стикер, мне он очень нравится. Так, смотрим дальше. И тут дальше у нас уже пошли дешевенькие наклейки, да? Ну, кроме Хэллоуин-дутой наклейки, все остальные вроде как дешевые. Но теперь самое главное, сколько же стоит его аккаунт? Барабанная дробь и его аккаунт стоит 800 тысяч голдишки. И это все благодаря именно вот такие вот скинам. Ну что же, ребята, а мы переходим к самому дорогому и самому редкому и самому крутому аккаунту. Погнали! Ну, а прямо сейчас мы, ребята, находимся на самом дорогом аккаунте. Это топ-1 аккаунт. Это фулюс этого трейдера знает абсолютно каждый. Фух, ребята, и мой им совет пристигниться, потому что прямо сейчас мы будем взлетать. Это будет нереальный разносик. Ну что же, давайте посмотрим вначале, как же он играет. А, да, кстати, помимо того, помимо того, что это жесткий трейдер, это еще киберспортсмен. Я такого не видел. Обычно все трейдеры, они полные нубы. Но тут и киберспортсмен, и трейдер, и миллионер, и топ-1 аккаунт. Этот парень просто нереальный. Ну и это далеко не все. А вы эти видели? А эти видели? Это четвертый. А, подождите, третий. Нет, четвертый, потому что первый это 1-0-0-0-0. Четвертый аккаунт в игре. То есть это самый первый аккаунт. Четвертый по счету. Четвертый, а мне послышалось. Блин, я не знаю, что будет в этом аккаунте, но там будет полный разнос. Так, давайте посмотрим в начале сообщения. Ну, по нашей самой традиции. Куда же пыжи трезулы? Ну, посмотрите. Все, все, каждый просит пыжи на голдишки. Пыжи, 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 пыжи. Добавь друзья. А то чуть-чуть были пишут. Пыжи, покажи скины. Просто, ребята, год дружить. Ну, я бы тоже дружил бы с геймтрейдером. Все, ребята, не буду вас томить. Переходим в его инвентарь. Что? Обалдеть. Нет, нет, это сон, это сон, это сон. Я ущипну себя. Ай. Керамбит голд. За 85 кастарей. А что это у нее делать? Это запрос на покупку? Отменяем. Ну, а что там запрос это лишний был? Обалдеть, не встать. Ребят, просто прожмите лайк, если вы... Не знаю, если бы хотели, чтобы у вас был бы такой же дорогущий инвентарь. На этом аккаунте немного ножей, всего лишь 5. И шестой киргул. Давайте посмотрим паттерны, потому что мне Фулис сказал, что там такие паттерны, ты обалдеешь. Ооо, ты же сосочка, неплохо. Но мне интересно все посмотреть паттерны на тай-дай. Вау, брат, вау, пошел дверь в штанах, плюс комментарии. Ой, 17 паттерн. Обалдеть. А такой вообще реально в стыдове такой паттерн? Вау, красота. Слушай, очень красиво, очень красиво. Смотрим дальше, смотрим... Что, что? Мне показалось, или я не заметил кое-что? Я кое-что не заметил. Это АВМ Трэжер Хантер. Илон Макс, как тебе такое? Мать моя женщина, ребята. Это АВИК ТХ. Этот АВИК ТХ с тремя голдскулами и четвертым панишером стоит 350 тысяч голды. Просто. Один АВИК ТХ 350 косарей. Керамин Голд 80 косарей. А вы посмотрите на АВМ Генезис. Вот этот АВМ Генезис стоит тоже примерно, примерно 100 тысяч голды. Просто за счет его крутых, дорогих, эксклюзивных наклеек. Голдскул. Вы сейчас вообще видите кого-то с наклейкой Голдскул в игре? Вообще никогда, потому что... Ну, потому что... Потому что все эти наклейки у трейдеров. А трейдер играет очень редко. Так, смотрим дальше. АКР Некромант Сергей. Ну, дядь. Ну, ты реально сдолбал уже? Долбанный миллионер. Откуда у тебя? Ну, это тоже, ребят. 1130 голды, наверное. Смотрим дальше. Это только начало. АВМ Спорт В2. С наклеечкой Голдскул. Знакомьтесь. Это 110 тысяч голды. Голдскул, прикиньте. Мне уже плохо. Я никогда в жизни не видел, насколько дорогих аккаунтов. Так, дальше пошли эпики. Но мне... Ага. Я чуть-чуть не заметил. Это обычный МП Церпиус, да? Вы все знаете, что это скин. Ну, такой, типа, ну, нубский. А наклейки как? Наклейки как, брат? Что с лицом? Наклейки тебе как? Наклейки просто полный разнос. Desert Eagle Dragon. Обалдеть. Вы серьезны? Вы серьезны? ЮСП Генейс 4 Дрэгона? Вау, это ЮСП Генейс мои мечты. Кстати, у меня же раньше был ЮСП Генейс с четырьмя Дрэгонами. Вполне вероятно, что это именно тот самый мой ЮСП Генейс. Как-то попался к фулеусу в руки. А Кэр Карабон? Чисто? Чисто. Ну, типа, завалялся Кэр Карабон. Я вот не понимаю только одно. Зачем играть с Кэр Карабоном, если... А, стоп. А у него нету... Подождите. АКР... Трежер Хантера. А, у него нету КРТХ? Блин, странно. А! Ё-моё. АКРТХ с четырьмя Голдсколами? Это был у нашего первого трейдера. Я понял. Всё. Всё. Нормально, пацаны. Просто сами понимаете. Я уже когда смотрю на все эти дорогие наклейки, уже начинает башка. Перестает варить. Ну, чисто. АКР Карабоны с наклейками-арканами завалялись. Просто пыль. Просто пыль лежит. Ох, ребят, ребят. Тоже же люди живут. Тоже же трейдеры. Вот живут. Ну, Дестер Илл. Тоже крутые прикольные наклеечки. И гнаты. Слушай, я не знаю, зачем им гнаты. Наверное, просто кейстики открывал. Они остались, я их предполагаю. Оооо. Вау. Я хочу это. Я хочу АКР Ворм. Я бы всю жизнь поиграл бы с таким АКР Вормом. АКР Ворм. С наклейкой Волдскол. С наклейкой Арканы. Еще одной Арканы. И четыре Арканы. Вау. Вау. Он стоит, наверное, 1100 голды за его эксклюзивность. Просто сам по себе АКР Ворм стоит 0,44 голды. Но за счет его эксклюзивности он стоит очень дорого. Так, ребят, листаем дальше. Джейдос 2 Инфера. Как там такое? Скин стоит 0,2 голды. Но за счет того, что на нем 2 Смурая стоит уже 5к. Обалдеть. Вот это тут наклеечки. Вот живут же трейдеры. Ооо, пошли Арканы. Ребят, моим совет. Мотайте на ус. Если все эти скины скупают трейдеры, значит эти скины будут очень сильно дорожать. Поэтому моим совет. Скупайте их. Реально скупайте. Не теряйте время. Вау. 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 Как же много. Ну а сейчас будет самое интересное. Это рынок. Давайте посмотрим, за сколько же трейдеры все покупают, все продают. Так, захожу. История покупок. Давайте смотреть. Эээ, ага. О, то есть смотрите. Вот эту USP и Нейс он купил буквально вчера. Тай-тай за 4к купил. С очень крутым, красивым паттерном. Также он купил зачем-то очень много АКР-карбонов. Я вообще хриснет, даже без наклеек. А, может быть он ловил какую-то крутую, дорогую наклейку и купил сразу. Да, смотрите, реально. Он ловил АКР-карбон с дорогими наклейками. Наверное поставил заказать. И заказал сразу штук 30, чтобы никто не перебил. И споймал с его наклейкой. Видите? Блин, вот это трейдеры умные. Прикиньте, вот это они схемы придумывают. Я в шоке. Так, окей. Смотрим дальше. Также трейдеры, как я вижу, покупают тег девятые. Также смотрите, хайпер мыслил за 0.3 аккарбон с коллами. С двумя голдсколами. Мать моя жизнь. Это все было 18 апреля. Это самый дорогой аккаунт, который я видел в своей жизни. Керамбит Голд? Он споймал Керамбит Голд за 100 голды. Это жесть. Это жесть. И неплохо. Все, ребят, давайте вам скажу цену. И пойду, не знаю, выпью себе какую-то успокоительную. Потому что мне уже плохо. Внимание. Сколько же стоит этот аккаунт? Аккаунт. Итого. Этот аккаунт стоит. Миллион. Двести пятьдесят. Тысяч. Голды. И это наш топ-1 аккаунт. Вам не послышалось. Ребята, если понравилась подобная рубрика, прямо до сих пор, прожмите лайк. Обязательно подпишитесь на канал. И напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуга. Всем удачки. Всем хорошего настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok